Время итогов на канале Академия Председатель Одесского областного совета Михаил Шмушкович посетил Измаил В Одессе стартовала Южная лига смеха Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве директора Одесского отеля «Пассаж» Романа Каменюка и охранника Как сообщает пресс-служба УБЛУВД, установить личность подозреваемого удалось по горячим следам в течение дежурных суток В убийстве разоблачен 45-летний одессит, ранее судимый за тяжкие преступления, среди которых и убийство Известно, что он 13 лет провел в местах лишения свободы, говорится в сообщении Согласно информации от других источников, рецидивист в течение дня несколько раз приходил к Каменюку с деловым предложением Пытался продать золотые украшения сомнительного происхождения Во время последней такой встречи между ними и произошел конфликт Уголовное производство открыто по части 2 статье 115 Умышленное убийство Уголовного кодекса Украины Напомним, двое мужчин скончались от ножевых ранений в холле отеля «Пассаж» 27 марта Примерно в 18.20, как выяснилось, один из погибших – директор «Пассажа» Роман Каменюк Второй охранник отеля В Одессе обсуждали концепцию новой редакции законов, регулирующих избрание народных депутатов Украины И депутатов местных советов Круглый стол, получивший название «Избирательная реформа» по-настоящему Собрал представителей депутатского корпуса городского и областного совета Политологов и, собственно говоря, авторов и сторонников новой концепции За дискуссией наблюдала и наша съемочная группа Украина на пороге нового избирательного законодательства Вот только успеют ли народные избранники применить все экспертные замечания Предложения к очередным выборам – большой вопрос Ведь согласно Конституции уже в конце октября голосованием Определяются составы городских, областных и поселковых советов нового созыва Эксперты, работавшие над документами, пришли к выводу, что редакцию закона Согласно которому будут избирать депутатов местных советов, нужно упростить Коалиционный угод предпочитает использование четырех разных выборчих систем Коалиционный угод, которые в случае их одночасного использования В случае проведения местных выборов разных уровней одночасно Можут очень сильно, по-перше, заплутать выборца По-друге, ускладить администрирование выборчего процесса Новшество, которое предлагает группа по реформированию избирательного законодательства В первую очередь касается выборов в селах и небольших городах, где численность жителей не превышает 90 тысяч человек Предлагается использовать мажоритарную систему в многомандатных избирательных округах Это означает, что выборы отбываются фактически за той же самую логикой, как и работает наша нынешняя мажоритарка Тем не менее, победителем в округе станет не одна особа, не один кандидат, а несколько В зависимости от размера этого округа, от двух до пяти кандидатов мы предлагаем Выборы депутатов областных и городских советов крупных населенных пунктов Предлагается проводить по пропорциональной системе и голосованием по открытым партийным спискам Организаторы круглого стола попытались объяснить свое предложение на примере Одессы Место Одесса ділиться на 10 округов, их может быть меньше, но тогда количество кандидатов, которые балотуются в каждом из этих округов, будет возрасти И выборцу будет тяжело в списке одной партии, например, 40-50 прозвищ, запоминали, кого сам он хочет поддерживать Такую систему многие участники дискуссии сочли весьма запутанной, но при этом положительно оценили само направление изменений Правда, переходить в новую систему координат с нерешенными проблемами от старой системы бессмысленно и бесполезно Говорит руководитель городской организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Асауленко Это первый вопрос, это усиление ответственности за подкуп избирателей Второй вопрос, это нивелирование админресурса Иначе по какой бы системе мы не будем выбирать, все сведется к тому, что любой политической партии, либо это будет мажоритарка, необходимо будет прийти на поклон к действующей власти И согласовать свое прохождение И вопрос, который я оставляю открытым, это печать бюллетеней Максимальная централизация и ужесточение для того, чтобы, ну, так говорится, невозможно было допечатать Дискуссии по поводу оптимальной редакции закона продолжаются Затягивать процесс конституционной реформы и децентрализации недопустимо Депутаты Одесского городского совета, члены группы Украинская морская партия Сергея Кивалова обратились к председателю облсовета Михаилу Шмушковичу Народные избранники просят, чтобы на ближайшей сессии областного совета на голосование был поставлен вопрос об уменьшении депутатского корпуса городского совета Основание статья 16 закона Украины о выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых городских голов Руководитель городской организации Украинской морской партии Светлана Асауленко напомнила, что еще в 2006 году в Одесском горсовете было еще 100 депутатов Тогда раздувание депутатского корпуса было обосновано мифической необходимостью повысить эффективность работы депутата и перераспределить депутатскую нагрузку Как показало время, раздутый депутатский корпус не оправдал себя, особенно в мажоритарной системе выборов, поскольку большинство жителей округов даже не знают фамилии своего представителя в городском совете Еще один аргумент против увеличенного штата – депутатские места стали предметом торга для представителей разных политических сил, которые могут быть заинтересованы в продаже мест в списках В наших реалиях, исходя из экономического кризиса, раздутый штат депутатского корпуса нивелирует его значимость Раздутый штат депутатского корпуса приводит к напкодавству и тем самым подрывает авторитет местных советов Поэтому мы обращаемся с официальным заявлением о том, чтобы поставить вопрос в повестку дня о сокращении депутатского корпуса Одесского городского совета Также для того, чтобы поддержать инициативу председателя Верховной Рады Владимира Бройсмана, потому что этого от нас требует общество и требует реалии сегодняшнего времени Глава облсовета посетил Измаил. В ходе рабочей поездки Михаил Шмушкович обсудил вопрос развития транспортной инфраструктуры региона Встретился с активом города, лично ознакомился с тем, как ведутся ремонтные работы в одном из дошкольных учебных заведений Провел личный прием граждан О том, что больше всего волнует жителей Южной Бессарабии, далее в сюжете Главная проблема региона – транспортное сообщение Дороги разбиты и нуждаются в срочном ремонте Поезд ходит всего несколько раз в неделю По сути, жители столицы Придунавья и ближайших окрестностей отрезаны от внешнего мира На автомобиль в Измаил можно добраться только по трассе международного значения М15 Она начинается в Одессе, проходит через Сарату, Татарбунары и заканчивается на пропускном пункте Рени, ведущем на Констанцию в Румынии Но назвать эту дорогу международный язык не поворачивается Она усеяна ямами Водители, не сдерживая эмоций, говорят Ехать по ней – сплошное наказание Это сплошная яма, это не дорога, это сплошное убоище Не только машина, а сознание человека сразу же Председатель облсовета, который о проблеме знает не понаслышке Ведь в Измаил он также добирался по трассе М15 Напомнил, этот год объявлен в регионе годом дорог Поэтому практически весь областной бюджет будет потрачен на ремонт транспортных артерий Вскоре на трассе Одесса и Измаил проведут ямочный ремонт Некоторые наиболее проблемные участки отремонтируют капитально А пока альтернативой автомобильному транспорту должен стать железнодорожный Тем более, что накануне областные власти сумели добиться, чтобы с мая поезд Одесса-Измаил курсировал каждый день А не три раза в неделю, как сейчас Мы провели определенные переговоры с дирекцией Одесской железной дороги Они получили согласие в центральной дирекции В результате сегодня представитель Одесской железной дороги официально заявил, что в ближайшее время появится еще один дополнительный поезд А в конце мая уже поезд Одесса-Измаил будет ходить каждый день Во время встречи главы облсовета с активом города поднимались вопросы возобновления курсирования поезда «Измаил-Киев» Развитие речного транспорта Пока хотя бы в рамках линии «Измаил-Келья-Вилкова» Михаил Шмушкович отметил, все эти вопросы требуют тщательного изучения, но областные власти уже работают по каждому из направлений Еще один важный пункт программы визита – детский садик «Светлячок» Михаил Шмушкович лично проинспектировал то, как ведутся восстановительные работы в здании дошкольного учреждения Детский сад закрыли еще в советские годы Он много лет был заброшенным Теперь его восстанавливают за счет областного бюджета Сдать проект планируют уже в следующем году Незапланированный пункт программы – посещение измаильского маслоэкстракционного завода Здесь работает 600 человек, но сейчас предприятие испытывает трудности С марта функционирует по сокращенному графику Все из-за сложности погашения кредитов Завод брал деньги в иностранной валюте Сейчас из-за повышения курса доллара возвращать их задача практически невыполнимая Еще одна проблема – возврат НДС Государство задолжало предприятию более 66 миллионов гривен Глава областного совета пообещал разобраться в ситуации В преддверии 1 апреля состоялось открытие Южной лиги смеха Стартовал проект в конце зимы На стартовую линию вышло 47 команд В ходе упорной борьбы только 12 лучших прошли в первый сезон Краткий обзор уникального юмористического шоу в сюжете наших корреспондентов За кулисами русского драматического театра царят волнение, небольшой хаос и много хорошего настроения Все как положено будущим звездам-юмористам Участники фестиваля Южная лига смеха готовятся к своему, возможно, самому важному выходу на сцену У них не больше 10 минут, чтобы покорить зал и звездных тренеров Только тогда дорога в следующий этап открыта Во внимание принимается все – командное мастерство, яркие образы, наполненностью номера Однако главный критерий, говорит тренер Александр Андросов, неизменный – должно быть смешно Для Одессы это событие, мне, честно говоря, было немножечко неприятно, что в течение прошлого года Я, как и большинство одесситов, были лишены удовольствия раз в месяц, в полтора, в два месяца Приходить в зал, где молодые команды, тогда еще КВНовские, сейчас их называют командами Лига смеха Дарят нам хорошее настроение и надежду на то, что все будет хорошо в общем У команд совершенно потрясающий потенциал, молодые, красивые, умные, остроумные Первый – общий выход на сцену и уже овации Я на тебя приехал! Поверьте, Лига смеха! Лига смеха! Как лекарство для души Лига смеха! Смертопровреваешь жизнь Лига смеха! Лучшее на свете Лига смеха! А дальше зрители ожидало более трех часов задорного, местами искрометного юмора в исполнении молодых, но отнюдь не зеленых участников В этой игре было все – радость от успешного выступления и слезы тех, кто остался за бортом первого сезона Юр, давай сфотографируемся на память Ребята, ну это же смешно, это же прошлый век Улыбочку Готовый бог, колхозавры Дима, а где камера? Пацан, а ну, сфоткай, чтобы палку было вернуться еще так в тренде Ладно, я смотрю, вы по-хорошему не хотите Зайдем с другой стороны Аптечка, есть! А не вытушитель, есть! Запасы, есть! Конки на торпели, есть! Вонючка, есть! Техосмонка, нет! Сказал бы год назад, ну зараза, отменили! Каждый тренер выбрал себе по две лучшие, на его взгляд, команды Впереди у шести опытных наставников полгода работы со своими подопечными Ребята сегодня нуждаются в поддержке, это их первые шаги Иногда неуверенные, иногда более удачные Поэтому это очень важное начало для них сегодня Эта прививка пройдет успешно, и поэтому и осенью, и зимой это уже будут другие команды Во всяком случае, мы как тренеры постараемся приложить к этому усилия Самая неподдельная оценка работы команд – веселье в зрительном зале Южная лига смеха объединила молодых людей из разных уголков Украины Которые успели полюбить наш город По-другому и быть не могло А Одесса в очередной раз доказала свое почетное звание столицы юмора Еще одно мероприятие, посвященное Дню юмора, состоялось в Доме клоунов С 31 марта по 2 апреля одесситов и гостей города радовал юбилейный фестиваль клоунов и мимов Комедиада 2015 Центральным событием праздника стало торжественное заседание в Доме клоунов Затем комики и смехачи вышли на улицы Одессы, устроив импровизированный парад Подробности далее в сюжете 1 апреля в Доме клоунов подписали обращение в Организацию объединенных наций С целью учредить 1 апреля как Международный день клоунов Свою подпись оставили и мы Мы, организаторы и участники Одесского международного фестиваля клоунов и мимов Комедиада Обращаемся к Генеральной Ассамблее ООН ЮНЕСКО и другим заинтересованным организациям С призывом учредить 1 апреля Всемирный день клоунов Клоуны, как никто другой, способны объединять людей Способствуют их физическому и психологическому здоровью Но, к сожалению, до сих пор многие воспринимают клоунаду и клоунов как искусство второго сорта Учреждение Всемирного дня клоуна подчеркнет значимость нашего искусства и его общественную роль Лучшей датой для такого праздника является как раз 1 апреля Кто за это предложение? Я прошу голосовать Кто за? Кто против? Какое же 1 апреля без шуток и юмора? Народный артист Украины Борис Барский зачитал 10 заповедей Театра Маски Заповедь вторая – зритель должен быть директор Наталья Делиева Третья – зритель должен быть благодарный режиссер Георгий Делиев Четвертое место артиста в буфете – Барман Катя Участник Театра Маски уверен, что комедиада – это один из главных праздников для жителей города Так как именно Одесса – это столица юмора и хорошего настроения Я думаю, что в такой день 1 апреля у одесситов просто мысли не появятся сделать что-нибудь плохое Этот день несет добро всем людям Народный артист Украины Георгий Делиев уверен, что 1 апреля – это еще один повод напомнить о том, как важно не опускать руки и радоваться жизни Наиболее важно смешить и смеяться, вызывать в людях чувство иронии, радоваться жизни, верить в хорошее будущее, оставаться в душе детьми Вот все это наш фестиваль делает, производит, то есть мы производители вот этой радости, любви, общения, живого, объединяющего Международный фестиваль задуман как ежегодный конкурс клоунов и театров-клоунады За пятилетнюю историю комедиады на ней побывало 302 клоуна, мимо и комика В этом году в нем приняли участие 12 театров-конкурсантов и 9 театров-хедлайнеров Клоуны съезжаются из разных уголков нашего земного шарика, оказываются вдруг в одном месте В данном случае у нас в доме клоунов, в театре маски Они тут же внезапно начинают вокруг себя создавать атмосферу любви, праздника, радости, смеха Подписав обращение в Организацию Объединенных Наций, клоуны вышли на улицы Одессы для того, чтобы дарить людям смех, радости, хорошее настроение В Одессе состоялся районный этап чемпионата города по игре «Что, где, когда?» среди школьников В 14 часов одновременно в 4 школах больше 100 команд начали заочное интеллектуальное соревнование Наша съемочная группа побывала в 40-й школе, что на поселке Котовского делится впечатлениями об увиденном Виталий Хемий Предварительный этап чемпионата города по игре «Что, где, когда?» среди школьников начался синхронно в 4 районах Юноши и девушки, представляющие Суворовский район, соревновались в 40-й школе Схема турнира была предельно проста В своей возрастной категории, а их было всего 2, нужно было победить Или, по крайней мере, ненамного отстать от команды победителя Первые места напрямую проходят в финал города И остальные, ну, еще 8 команд будет добираться по итогам, которые показали лучший результат во всех районах То есть всего попадет в финал города 12 команд младшей группы, это 9 классы и ниже И 12 команд старшей группы, 10-11 классы Так называемый игровой зал 40-й школы едва ли мог вместить всех желающих и лиц, сопровождавших молодые команды Вполне возможно, был установлен рекорд по количеству соревнующихся На начало момента игры зарегистрировалось около 30 команд Организаторы, представляющие Лигу украинских клубов, говорят Это самые лучшие условия для того, чтобы из 100 юных интеллектуалов отобрать и воспитать настоящих знатоков Движение развивается, в прошлом году на районном этапе было на порядок меньше команд Было команд 12, наверное Сейчас, по прикидкам, наверное, порядка 20 команд уже в зале Вполне реально, что в будущем кто-то из этих ребят, может даже целая команда Попадет в элитарное студии, когда и получит хрустальный брентову сову Настроение ребят было под стать мероприятию Все были предельно собраны, готовы, немного волновались, но это не мешало настрою на успешное выступление Я буду побеждать, все Хорошее настроение Готов, готовился на тренировки, ходил У нас сильная команда У нас, в принципе, все готовы Мы уверенно идем на игру В фильме «Обещать мне значит жениться» есть фраза Раньше мне нужно было пойти в салон красоты А теперь достаточно обновить его Он обошелся создателем почти в 250 миллионов долларов Назовите его Но, как говорится, в каждой бочке меда есть ложка дегтя В данном случае такой ложкой можно назвать подход чиновников отдела образования Вместо того, чтобы командам предоставить просторное помещение Школьников загнали в столовую Где еще не успели выветриться пары жира и немытой посуды Усадили на неудобные скамейки и узкие столы И предложили посоревноваться Участники едва ли не на коленях у друг друга сидели Как в таких условиях можно думать, рассуждать, записывать ответы Совершенно непонятно Если это у нас называется пропаганда интеллектуальной деятельности Среди молодых поколений То мы так далеко зайдем Такой наши корреспонденты увидели информационную неделю Оставайтесь с Академией А наши журналисты будут и дальше информировать вас О самых актуальных новостях В студии был Виктор Березовский Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова